О том, что происходит в социальных сетях Ноябрьской, не только, расскажу прямо сейчас. И мы продолжаем рассказ о прелестях жизни автомобилистов на Севере. Ведь только на Севере, чтобы достать воды в морозный день, да еще и на улице, совсем не обязательно идти в магазин. Нужно просто завести машину. Отогрели глушитель. Вода бьет ключом. Да что уж там говорить, жизнь бьет ключом. И никому уже не кажется странным, что все время россиян что-то добьет. А уж если ты водитель, это неизбежно. На днях жители Ярсале получили удар в самое сердце. И имя этому клинку 95-й за 61 рубль. 95-й за 61 рубль, когда машина нужна только для того, чтобы в ней поплакать. А потом все удивляются. Почему это на парковке такие водители агрессивные стали? И дерутся за места, и просто так ругаются. Просто это единственное удовольствие, которое осталось у северных водителей. Кататься не могут, но водительские обязанности никто не отменял. Ты что делаешь, сволочь? Да, да, да. Вот он его подъял! Он подъял его! Он подъял его, подъял! Прямо туда, на эту, на железную. Только сейчас, Господи, спаси, Господи, спроси. Пожалуйста, только не мою машину! Парковки – это вообще самое опасное место на севере. Особенно в 2019 году, когда появились любители челленджей. Плескаться водой на морозе – это, конечно, красиво и забавно. Только вот беда в том, что на улице потеплело. Итак, смотрите, что будет, если в минус 25 вылить стакан воды на улицу? Но не стоит забывать, что в России живут великие умы человечества. Вот, например, в Челябинске автолюбитель устал терпеть и соседей, и войны за парковку. И то, что от нежелательных гостей не спрячешься, если они знают, что твоя машина у дома. Удивительно, но мужчина не нашел ничего проще, как создать подземную парковку. Такому мастерству стоит только позавидовать. Ведь далеко не все могут так технологично решать проблемы с авто. Вот в Саратове, чтобы Ниву из сугроба вытащить, пришлось прибегнуть к эксклюзивным методам. Потащу. Собьет. Не секрет, что изобретательность у нас в крови. И особенно это касается всего, что связано с транспортом и российскими дорогами. Ведь каждую зиму эксперты придумывают уникальные технологии, которые позволяют посыпать дороги безопасно и, главное, равномерно. Дорожный мастер, сделай мне дорогу. Дорогу к дому. Любви моей. И на чем северяне только не катались. У нас и олени, и собаки, и разный транспорт, который вообще никакой логике не поддается. И только белых медведей еще никто не оседлал. По понятным причинам. Но медведи почему-то расстроились. Им вообще в последнее время не хватает нормальной человеческой жизни. Тепла, общения. Устали они от ледников и сугробов. Долго решили не думать и обосновались в городах на новой земле. Мишка просто почту хотел доставить, а все паниковать стали. Первая работа – тяжелый опыт. Пожалуй, в супермаркет даже резюме отправлять не стоит. Где же тогда достать деньги на обычную человеческую жизнь? Об этом, господа медведи, и люди-то не все догадываются. Но осведомленные знают, главное – правильно инвестировать. Так, ну все, я абсолютно готова к зиме. Я купила все необходимое – ботильоны, и сапожки, и свитеры, и теплую курточку, и теплое пальто. И дай мне, пожалуйста, 2000 рублей на маникюр, я все потратила. Что? Что? Нет, серьезно, Люба, давай серьезно. Ты же транжира, ты абсолютно не умеешь хранить деньги. Согласна. Научи как? Положить в банк или положить на карту? Класть деньги нужно только в зимние вещи. Вот смотри. Ух ты! Вот удовольствие! Это я еще в прошлом году убрал во все куртки, и до сих пор в сохранности. Вот что значит хранение. Поняла, поняла, давай я попробую. Все, пошла. Люба, ты куда? На маникюр, 2000 как раз не хватало, спасибо. Вот. А пока белые медведи не надумали двигаться вглубь России из-за таяния ледников, есть время подумать о том, что желание переезжать – это в целом распространенная черта северян. Ведь всегда кажется, что где-то там, на земле, меньше снега и не так депрессивно. И шо огорчить? Так. Мало кто знает, что в Москве существует серьезная проблема с переизбытком парковок. Но правительство нашло дешевый и эффективный способ борьбы с ними. Дай-ка припаркуйсь. Ах, хрен тебе. Едешь, значит, по одной из центральных улиц, хочешь повернуть? А не тут-то было. Это оказывается уже не Большая Пироговская, а Большая Сугробская. Получается, не зря придумали простые истины. Неважно, по каким дорогам колесить и в каком городе. Главное, чтобы попутчик был подходящий. Это был Ноябрьск в соцсетях. Свои видео и фото присылайте в нашу группу ВКонтакте. А также не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся очень скоро.